Которые готовы играть жестко в обороне, в том числе Акара Уайт, который даже зубы оставлял в последнем плей-оффе. Ливио Жаншарль, несмотря на пусть внутрь, здесь тоже есть мисс-мэч против Барфорда, Жаншарль скидка идет, снова двигается мяч. Тримбл из угла забивает, опыт у него такой имеется. И мы даже в прошлом матче тоже видели отрезки, когда канадец разыгрывал Антонов со средней. Тримбл, нет, было слишком далеко. Разменялась он на Мартюка, Эмбай, вот его точка. И подбора при этом у Лока в атаке тоже нет. Много пробует за дуги атаковать Емченко. Его оставляют у Мэлла Тримбл здесь тоже трехочковых, но вот в этой системе, в игре против ЦСКА, не видит его Александр Алексеевич пока что. Тримбл забивает. Заметил, что меньше стали заходить внутрь игроки Лока, отстреливаются с периметра. Пока у ЦСКА это намного лучше получается. Харак. Опять затягивается, атака в ЦСКА ничего не может придумать. Здесь только на дуге Остапковича и нарушение правия. Растаться с мячом это большой вопрос, на который знает ответ только Уайт. Ливио Жаншарль в ответ набирает два. Оливье Хэнлон снова мимо. Сегодня бросок не самое грозное его оружие. Тримбл здорово проходит. Игры после большого перерыва. Ищет ищи своего лидера ЦСКА. Это видно даже по этой атаке. Из угла Никита Крубанов атакует точно. Плюс для Лока. И конечно же против Мэлла Тримбла. Он его прекрасно знает. Тримбл идет внутрь и набирает два очка. Много промахнулся. Семь, шесть, пять секунд есть у ЦСКА. Мэлла Тримбл идет внутрь и отправляет мяч в корзину. Размен. Мэлла быстрее Мартюка. Воспользуется ли этим? Тримбл пытается раскачать своего оппонента. И красиво. Здесь против Эндура. Но тут же скидка следует. Мэлла Тримбл проводит отличный отрезок. Вот этот трехочковый.